Всем привет из Киева! Меня зовут Оксана и сегодня я хочу вам рассказать о своих итогах года. Но нет, я не ошиблась, именно 2015 года. Я, знаете, подумала, что так будет намного интереснее, если не прошедшего года буду показывать вам законченные работы, потому что вы их и так видите весь год и, возможно, вы их будете помнить и вам не будет так интересно, как если я буду показывать за прошлый год. И поэтому я выдержала паузу в целый год, не снимала в прошлом году итоги, чтобы сейчас снять для вас итоги 2015. А сейчас непроплаченная реклама. У Жанна Рон появился вышивальный магазин. Вам интересно? Мне тоже. Ссылка под видео. Начну я свой рассказ совсем с маленькой работки. Это, как вы помните, был наш семейный Робин. Мы его вышивали все вместе, я, Мишка и Даринка. Конечно же, Мишка и Даринка вышли совсем немножко, но от этого его ценность не уменьшается, естественно. Потому что время, проведенное вместе, подбор ниточек, который был сделан тоже вместе, а также обучение крестикам и высчитывание, и выбор конвы, и, в общем, все-все-все те эмоции, которые мы испытали, это стоило того. Эта работа объединила нас как семью еще больше, мы стали еще сплоченнее, потому что мы таким образом вникаем в хобби друг друга. Заметили? Работа сейчас совершенно без рамы. Она просто натянута на основу, на картонку, на паспорту. Дело в том, что, разбирая эти работы для видео, я хотела показать вам их без стекла, то есть вставить обратно в раму и убрать стекло. Когда я взяла в руку вот такую вышивку на картонке, я подумала, что это будет интереснее, чем просто в раме, так как в раме вы их много раз видели. Ну и, конечно, я буду делать вставки в видео и показывать, как они выглядят в рамах. Так что, любуемся в чистом виде вышивкой, как она есть. Это сани от Нора Корбет, все их узнали, естественно, потому что это очень популярная работа как на YouTube, так и, в принципе, в интернете. И неспроста она пользуется любовью многих вышивачей, так как это действительно праздничная, новогодняя работа. При этом здесь нет избитых санты, елки, каких-то там игрушек новогодних, то есть все здесь необычно. Сани без оленей, сани без Деда Мороза, без Санта Клауса, то есть это меня очень привлекло. Ну, конечно, в первую очередь меня привлекли здесь ленты, потому что посмотрите, как они выглядят. Они как натуральные. Куча бисера, много всяких украшательств, это потрясающая работа, которая принесла мне, я не знаю, больше, наверное, удовольствия за весь год, чем все остальные работы. И сейчас я вас обманываю, потому что больше всего удовольствия мне принесла следующая вышивка. Та-дам! Электрокуры от Prairie Moon. Электрокуры это название, которое придумала я сама к данной вышивке, потому что у меня четкая ассоциация с тем, что эти курицы ударенные током танцуют на дискотеке. Вы можете заметить круглые элементы на данной картине, мне они напоминают виниловые диски, пластинки вернее, и такое чувство, как будто бы во время танца их шибануло хорошо электричеством. Это просто супер позитивная вышивка, которую я вставила в рамку и сделала дверцей для своего рукодельного шкафчика. И знаете, когда я вынимала данную работу из этой рамы, чтобы показать ее вам, я поняла одну гениальную вещь. Если вышить несколько вышивок такого же размера и натянуть их на вот такие подрамники, кстати, тут дата даже написана, у него муж заставляет даты писать, но я не хочу этого делать, он пишет их сам, сентябрь 2015 года. Натянуть их на подрамники и можно менять вышивки в дверцы, и получится, что у меня будет каждый раз новая дверца по настроению. Столько же позитива и удовольствия мне принесла данная подушка Хэллоуин. Дело в том, что я здесь попробовала впервые красить самоканву, правда, не красками, а чаем. Этот опыт считаю не очень удачным, потому что чай вымывается, и она становится все светлее. Поэтому, да, конечно, я не закрепила краску, я не знала, как это делать правильно, и вообще я поленилась изучить данный вопрос, но я знала, что я этим заниматься не буду впредь, это был просто опыт, сиюминутное такое желание, порыв. В общем, попробовала покрасить, попробовала здесь ниточки Color Variations от DMC, и мне все безумно понравилось, так же, как и сам результат, потому что задник я сделала черным, он как нельзя, глянцевый черный, лучше, как нельзя лучше подходит под готическую тему, под тему Хэллоуина. Эта подушка теперь украшает интерьер моей кухни, ну, интерьер, созданный нами, такой временный, быстрый интерьер, но все-таки мне очень нравится, как она вписывается в кухню. Следующая работа, которая была, скорее всего, оформлена в июне 2015 года, просто поражает меня своей элегантностью и таинственностью. Все-таки не Мю умеет создать орел сказочности и замковости, потому что эту вышивку я вижу на стенах какого-то замка, или этого кота даже, который является, возможно, или владельцем замка, или просто работает там щитоводом. В общем, такой себе кот-каллиграф, потрясающая вышивка. Она у меня висит на стене, и знаете, я как-то прохожу мимо и особо не замечаю его. Ну, как и все вышивки, которые, в принципе, стали частью интерьера, и мы не рассматриваем их, как мы не рассматриваем обои или предметы интерьера, мебели, к которым мы уже привыкаем. Но когда я распечатала эту вышивку и стала смотреть, я все их рассматривала сейчас, сидела, но именно на этой работе мой взгляд задержался больше всего. У меня просто трепет внутри не проходил все время отшивы данной работы. Если вам интересно, конечно же, я оставлю на все работы плейлисты, по которым вы сможете более подробно изучить мои процессы. И вот именно эту вышивку я могу назвать вышивкой из большой буквы, даже картиной, произведением искусства. Не моего, конечно, я тут исполнитель, но все-таки потрясающее сочетание цветов. И последняя работа – это «Домик с привидениями». Да, по этому «Домику» Даринка сочинила целую сказку или просто обрисовала сюжет. Тоже обязательно посмотрите, если вы еще не видели, так как это весьма интересно. Здесь была целая история с оформлением, немножко неприятная, но все же это никак не обращает тех впечатлений и того удовольствия от ее лицезрения. И, кстати, вот эта работа висит на кухне у меня сейчас. И, конечно же, я больше всего обращаю именно на нее внимание, когда нахожусь там, потому что ее хочется рассматривать. Здесь столько мелких деталей, столько персонажей, которые, ну, притягивают к себе взгляд, потому что они все разные, они все очень смешные, интересные. И хочется каждый раз сочинять свою новую-новую какую-то сказку, каждый раз придумывать какую-то историю. Что, кстати, и происходит время от времени, Даринка начинает сочинять какие-то новые-новые истории, связанные с этими героями. Это супер-мега-позитив, она даже не тянет на хэллоуинскую работу, согласитесь. Это нечто иное. Это такой стационарный круглогодичный сюжет, который притягивает внимание всех, кто его видит. Я надеюсь, вы получили море удовольствия от просмотра данного видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. А если вам мало удовольствия и вы еще не знаете и не видели, как же мой муж осведомлен в вышивальных терминах, пожалуйста, смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова